Итак, всем привет, с вами Допгай, и мы начинаем играть в Кайзере Дакс. За один из достаточно шестовых путей мы пойдем в любопытный путь Геринга, и так сказать. Нам для этого нужно, чтобы Мирла Африка наша развалилась. Потом она распадется на кучу различных стран, и мы как раз таки сядем за страну Геринга. Ну и там уже будет плюс-минус понятно, что там будет происходить. Я сам только наблюдал, как боты играют этим путем. Сам я, в принципе, в Африке вообще ни разу не играл. Посмотрим, что тут есть, как что будет происходить. Партия ожидается очень шизовой, но вот как раз таки про это. Поехали. Итак, в центре Африки Геринга, к сожалению, не переведен. Ну, в общем-то, мы получили колонии, и это огромный кусок земли наш. Очень много есть различных сложных соглашений, договоров. Короче говоря, набранные куски земли, очень, так сказать, запутанная у них система управления. Разбросаны они. В общем-то, административный ужас, я бы, наверное, сказал. На Керинского покушения. Так, ситуация в Мазабике, смотрите-ка. Война закончилась тупиком. Мы друг друга попировали, прикольно. Мы вербовали людей из чужих территорий, прикольно. Короче говоря, страна. Экстремическое правительство Португалии планирует против нас их вооружить. Как я говоря, в Португалии здесь вроде есть свои фокусы, да. Может, когда-нибудь я за них поиграю, хотя пока что есть, наверное, другие страны, которые более интересны. Так, а новая колониальная группа. Это, так как мне, нам представляют партию, да. Ну, мы уже знаем наш путь, нам не сильно интересно, что тут по партиям есть. Таталистская гвардия происходит. Немецкая колониальная компания. Опять-таки, другая партия еще. Вот нас тут говорит, что у нас еще есть все. Новые офицеры, старая гвардия. Но, как я и сказал, нам это все не интересно. Мы знаем, кто будет править Африкой. И сделали ли мы фокус в печальном положении дел? У нас огромный долг. Блин, а если не делать этот фокус, долго не будет? Хм. В общем-то, мы находимся в напряженной ситуации. Черного понедельника. А черный понедельник уже наступил. Черный понедельник еще не наступил. Нет, ладно, он уже практически наступил. Так, и у нас огромные проблемы. Но стабильность... А, вот, мансли коллапс инкрис. Если он наберется, мы распадемся. И плюс, если у нас стабильность упадет, по-моему, тоже мы распадемся. Но мы и хотим распасться, верно? По фокусам здесь практически ничего нет, а можно только вернуться к основам. Ну, давайте поделаем. Просто здесь есть некоторые вещи, которые добавят именно в стыд и какие-то задания. И это нам будет полезно, за кого бы мы не играли. Так что вот эти можно поделать. А другие бонусы нам скорее неинтересны. У нас, кстати, очень много фабрик из-за торговли. 17 штук при наших родных трех. У нас очень много нефти покупают. И да, в принципе, мы реально огромный экспортер нефти. Это приятно, конечно. Ну вот и Берлин упал, так сказать. Можно позаниматься экономикой. Да, но я не думаю, нам это вообще нужно сильно, не нужно. У нас и долг и так есть. А, вот, черный понедельник до нас дошел. Блин, 50 по литке. Опять-таки, как будто это очень сильный. Скорее всего, так и есть. А, ну здесь есть резина, которую я бы хотел. Вот эти фокусы я, наверное, хочу поделать, успеть. Однозначно. Смерть. Нам, наверное, плевать. Какого-то Вильгельма Солфа. Рост, политкий объем. А здесь флот. Ну давайте. О, Герман Герлинг. Давайте-ка. На всякий случай, надо выбирать его. Вдруг он нужен. Так, металяфрика Тисона. Выбираем мы векселя Мефа. 400 политких получаем. Запустим. Вернуться к основам, кстати говоря, не смогли. А давайте, как я и говорил, пойдем ресурсы все добудем. Потому что эти ресурсы будут просто к территориям привязаны, которые мы потом захватим. Так, похороны там Вильгельма. Это все неинтересно. Герлинга подтвердили. Отлично. Итак, резину мы себе добавили. Опять-таки, это все мы на лейт работаем. Добавляем все другие ресурсы. У нас, в принципе, и резину могут покупать в теории. Хотя, особо никто не хочет. Но я чувствую, что мы отсюда выйдем прям нереально жесткой страной. Потому что у нас здесь есть буквально все ресурсы. Я только алюминия особо не вижу. Но это он, в принципе, у нас есть. И где-то еще рядом тоже есть. Так что у нас реально будут все ресурсы мира. И это приятно. Если говоря, можем нажимать вот эти кнопочки любопытные. Ворачивать опиум можем. Стабильность выбирает. Да, давайте, кстати говоря, сделаем. Это, это звучит полезно. Ну, стабильность побыстрее сбить. Чтобы развалиться и стать уже герлингей полноценной, так сказать. Так, ДК, А и Б продано. Ну, давайте мы сами купим, что нет? Так, делаки нет из Ульфа, мне не сильно это интересно. Я так понимаю, это, кстати говоря, то, как мы должны были долг выплатить, верно? Да, то есть это вот краски незаконным путем. Ну, допустим, нас устроит все. Добываем мы теперь здесь вольфрон. И нефть поехала. Кстати, можно еще поделать вот такие кнопки, типа гражданские поезда украсть. Опять-таки стабильность нам упадет. И добавят поезда. Что потом эти поезда, наверное, же кому-то все-таки отдадутся. Так что мы технически все еще на лайт работаем. На самом деле, достаточно приятно играть настроение, как ты знаешь, что тебе можно потом с нее ливнуть, так сказать. И ты должен реально просто работать на будущее другой страны. Это несколько забавно, я бы сказал. Российские социалисты возвращаются. Большой им все еще жив. И они возвращаются через гражданскую войну. Вот перед водительством Егорова. На самом деле, редко я вижу нечто подобное. Обычно, вот, советков очень часто приходят к власти. Корнилов. Ну, короче, как-то обычно попроще бывает. Мы погасили долг. Отлично. Точно не... Нет, это какая-то мисс информация. У нас точно не выращивали опиум. Мы погасили долг абсолютно честными способами. Я вам правду говорю. Этот человек не может врать, я считаю. Ой, сибирская армия движется на запад. Смотрите-ка. Да, в России, в общем-то, началась прям полноценная гражданская война. Еще одна. Многосторонняя. И достаточно жестокая, я полагаю. Еще и Финляндия тут тоже участвует. И Карелия участвует. В общем-то, ужас. А мы открыли новые плантации. Так. Это интересно все. Но у нас стабильность растет. Нам нужно ее убить срочно. Так. А вот еще есть различные вещи, да? Давайте-ка что? Мы это все тоже будем делать, наверное? Да. Давайте начнем с хищения средств. Потому что это дает палитку. А потом добавят у нас вот стабильность и плюс коллапс. О, и слушайте, они захотели там Петроград. Так. Колесо Финляндия. Кризис, а, ну окей. Слушайте, Карелия получила свои территории. Финляндия получила свои территории. Очень интересное развитие событий, на самом деле. И там еще восстались здесь. Кто это? Западная русская армия. Еще один парень восстал. Еще один генерал. Слушайте, вообще, я думаю, знаете, у Колчака очень хорошие шансы. Потому что здесь все они слабые. Они пока между собой будут воевать очень много ресурсов и стащат. А вот Трансамур пока что будет просто потихоньку захватывать новые. О, сопротивление на фабриках. Это нам надо. Будет захватывать новые территории, новые ресурсы. Не встревая какие-то в активные битвы. Просто смотрите, сколько здесь битв и сколько здесь. У Колчака все шансы, на самом деле. Я был бы не удивлен, если бы он победил. Хотя, конечно, понятно, что у вот этих ребят всех тоже есть шансы. И тут очень много рандома. Кстати, я думаю, есть смысл вот это сделать. Трехлетний план, потому что это военный завод добавит. Это все равно мы прямо сейчас не сделаем. Нам нужна промка. Я не знаю, когда мы развалимся. Просто вот еще дело. Я, опять-таки, не прогонял, не играл, ничего. Я хочу ощутить все, так сказать, на себе в первый раз. И видеть, как это все будет происходить. Ну и один претендент на объединение России уже выбыл. Ларшская республика. Либо они хотели сегодня заинтересовать. Никто не знает. Тем не менее, они, очевидно, уже проиграли. Пока что все остальные остаются примерно в равных условиях. А вот у нас новое решение есть, кстати говоря. Которое тоже нам стабильность режет. Но добавляют какие-то другие вещи. Давайте нажимать их, что нет? Это выглядит полезно, даже если мы развалимся. Полиция стреляет в Усаки. Пограничные рейды пошли. О, вот она, стабильность неделю. Отлично. У нас же стабильность. Так, мы стабильность по максимуму душу нашу. Поехали. Здесь нам особо нечего качаться. Что-то другое полезное есть? Да, есть. И мы с игрой один из пунктов сделали, четырехлетнего плана. Можно поехать дальше. Инфраструктура, фабрика. Давайте фабрику построим. Так, и мы скоро закончим также хищение средств. А вот смотрели на еще один полицейский. Стабильность уже почти у нуля. Сейчас еще и хищение средств. Мы про него узнаем, да? Рождество, это не сильно интересно. И стабильность вообще пойдет в минус. И продолжит идти дальше. Хищение средств есть? Можем продолжить дальше что-нибудь делать? Какие-нибудь непотребства? Да, и... Смотрите-ка. Если мы не будем проверять несколько лет фабрики, они выпустят в два раза выпуск алмазов. Они же не могут ничего делать там неплохого, верно? Конечно же. А в Америке началась вторая гражданская война тем временем. Интересно будет, кто там победит. Опять стабильность минусу приятно. Ну слушайте. Пока-пока сложно сказать. Надо смотреть, конечно же, на промышленность. У Американского Союза очень много промышленности, как и у синдикатов. Синдикалистов, точнее. В целом, это, наверное, два претендента победа, потому что именно военная промышленность плюс-минус влияет на то, кто реально победит. Но все же может поменяться, потому что, пусть Американский Союз прямо между всеми. Но они друг другом не воюют, что, кстати, выгодно. Пока-то, наверное, синдикалисты в самом лучшем, так сказать, месте находятся. Они воюют только с одной страны, с юга. С этими ребятами они пока не воюют. Шансы у них неплохие, на самом деле. Ой, к сожалению, мы сделали еще один из пунктов четырехлетнего плана. И мы все еще живы, кстати. Что ж, давайте что-нибудь еще полезное делать. А мы все еще можем городские поселения нажимать просто на людей в Африку. Это звучит полезно. Инфраструктура тоже звучит полезно. Военный завод тоже звучит полезно, но... Давайте, наверное, с людьми. Хотя, ну вообще-то, давайте просто вот это будем нажимать на людей. Так, бюджет 37-го года. Нестабильность военный либо гражданский. Я думаю, надо нажимать гражданский. Потому что мы хотя бы тогда успеем еще, может, что-нибудь подстроить. Хотя вряд ли, но... А вдруг? И тогда я не буду делать вот это, а я пойду еще вот сюда. В фабрике. Через год. Не знаю, мне кажется, мы уже развалимся через год. У нас осталось не так много стабильности. Так что давайте-ка вот сюда пойдем. Хотя, ну, блин, ладно. Давайте вдруг мы сможем в лесную дорогу построить. Это будет, скорее всего, очень полезно. Если нет, то ладно. Будем дальше строить фабрики, в принципе. И там французская коммуна обоснованная цель войны. 38-й год. Что-то странное. Не очень уверен, что там такое происходит. Тем не менее. Это мы сделали. Теперь по фабрикам пройдемся. И в Испании наконец-таки началась гражданская война. Как-то говоря, вкачал доктрину. Я не очень уверен, как у нас у нас следуются доктрины, как у нас у нас следуются исследования. Надеюсь, нормально. И смотрите-ка, с алмазами все. Мы неплохо так заработали на алмазах. Так, и можно что нам сделать? Викселомефа? Пожалуй, да. Это дает нам просто политку. Это не так интересно. Давайте викселомефа организуем потихоньку. А сейчас у нас будет минус 25 ТНП, и мы реально вполне сможем построить фабрики какие-то. Так, смотрите-ка. Настоящие намерения Гюринга были раскрыты в НКР. Так, и мы поняли, видимо, что они... Да, что у него какие-то маниакальные акты и амбиции. Ну, сейчас узнаем, что произойдет, так сказать. Военный склад разгромлен. Так, а расследование коррупции? Нужно просто отменить это расследование. Отменяем. И строимся под 0 ТНП пока. Ну, как я и сказал, просто успеем, наверное, несколько фабрик дополнительных добавить. Вообще, кстати, надо было, наверное, строить вот здесь фабрики. Скорее всего. Потому что у нас же Гюринга, по-моему, будет где-то вот здесь, как раз-таки. Ну, скоро узнаем, опять-таки. Хотя, так или иначе, мы захватим все, я думаю, что можно и достроить. И у нас опять можно кнопочки нажимать. Потому что давайте фабрики продолжать строить. Что нет-то? Еще здесь получили фабрики. А можем верфи получить отсюда. Здесь уже ячейки исследований. Пока дойдем. Не знаю, тяжко бы. Хотя, давайте попробуем, что нет. О, смотрите-ка. Так. Сопротивляйся любым попыткам расследования. И Германия выделила ордер на арест. И еще есть португальский вопрос. Давайте-ка сохранимся, на всякий случай, чтобы не сломать путь Гюринги. И смотрите-ка. Давайте португальского консула. А здесь... Восстанин тот, кто принимает решение об исключении. Да, давайте попробуем так. Гюрингу изменил портрет. Хех. Скалипс против нас. Давайте сделаем, перейдем к границу. И, кстати говоря, вот это... Да, это путь Гюринга как раз-таки... А, мы реально напали. У нас стабильность еще жестче улетела. Прекольно. О, я не против повоевать с ними. Поехали. Ну, мы без проблем забираем здесь территорию. И я думаю, мы, скорее всего, без проблем и португалью здесь пропушим. Типа, на что они вообще рассчитывали? Только если одна проблема, мы вот отсюда не можем наступать. Так что нам надо переместить войска на юб вообще, на самом деле. Вот так. Потому что мы не можем никого призвать в эту войну. А с территории их напасть пока не воюй тоже нельзя. Там, в Болгарии пошла жара теперь. Началось. Но нас это не так интересует, как судьба именно нашей страны. Слушайте, мы сейчас таким вот образом можем стабильность поднять. Ну, я ушли. Мы должны быть с уверенным государством. Проблема, что... Суверенители пришли к власть, допустим. Блин, это дает нам стабильность. Мне это не нравится. Я бы так, наверное, и не делал. Давайте вот сюда. Здесь минус стабильность. Поехали туда. Ну, и мы без проблем. Мы, конечно же, отобрались в Португалию. У них еще и портов теперь уже нет. Так что мы обьем их без проблем. Но... Уже вот-вот должно подойти. Так, а в Стоянии Мира этот стабильность нам попозже. Блин, я бы этот фокус, наверное, хотел. Да? Поэтому давайте пока что эти постройки какие-нибудь заспауним. Вот это все нам в теории стабильность поднимет. А мы этого не хотим. И давайте-ка позанимаемся... Последним что-то нам остается поделать. Так сказать, список дел Геринга. Позанимайся с торговлей людьми. И я думаю, уже тогда мы точно развалимся. Скорее всего, можно сделать все побыстрее. Но я-то как бы новичок на Метель Африке. Убийство императора Хирохита? Ого. И пришел к власти Ясухита. И премьер-министра Кухара Кусаносуки. Так, кстати говоря, наша этнологическая... Блин, вот видите, надо было не идти. Мы стабильности залутали. Сейчас бы, может, уже распались. Это была ошибка делать вот эту выставку. Фокус на стабильность оказался. Ну и мы разобрались с Португалией. Правда, еще, кстати говоря, не везде. Вот здесь вот еще остается некоторый кусок Португалии. Давайте туда тоже отправим войска и с ними там разберемся. И у нас, кстати говоря, можно опять нажимать здесь кнопочки. Стабильность вот здесь вот самая максимальная отнимается. Так что мы идем туда. Блин, пограничные рейды работают. Но мы, видимо, за счет чего-то обратно ее поднимаем стабильность. А, вот видите, текущая стабильность дает плюс 1,4 стабильности в неделю. Блин, то есть, если у нас слишком низкая стабильность, она начинает расти. Нам нельзя развал... Мы не можем развалиться? Да ладно. Ладно, у нас будет вот этот фокус. У нас отнимется... Сколько? 10 стабильность, то есть добавится. Здесь будет минус 25, так что верим, верим. А вот еще можно подожмать вот эти кнопочки. Они тоже у нас стабильность будут отнимать. Если что. Типа централизацию. Давайте будем их нажимать. Типа меня устроит минус стабильность. Рубежи 38-го года. Улучшение инфраструктуры, да. Так, изложение наших планов. О! Нет, это даст 10 стабильности. За что? Ну ладно, хотя бы фабрика получу за это. Опять-таки, мы еще держимся. Мы на плаву. Мы пока еще... Блин, я просто думаю, что сотка нам нужна. Но это может быть и ложью. Может, нам и не нужна сотка, кто знает. Здесь еще где стабильность нас отнимать. Нам бы военное положение, наоборот, будет восстанавливать стабильность. Но у нас сотка. У нас сотка. Внимание, сотка достигнута. Мы развалимся? Пожалуйста, скажите, что да. Подгазская капитуляция. Смотрите-ка. Всех своих колоний, я считаю. Да. Ну да. Это приятно. Португалия выйдет из Африки. Но все еще недостаточно, я думаю, для нас. И теперь остается вопрос, когда мы развалимся. Потому что мы точно... Ну, у нас стабильность точно критическая. У нас сейчас не будет португальских рейдов. И как будто мы начнем расти по стабильности, я думаю, сейчас. Это меня не очень устраивает. Но посмотрим, что сейчас будет происходить. Она сейчас начнет расти, эта стабильность самая смешная. Давайте все-таки ячейки исследования этих вот эту получим. Возможно, я бы хотел получить и вот ту слева, но... Здесь стабильность. Ладно, наверное, плевать. У нас и так большой минус. Посмотрим, что там будет сейчас происходить. И эти кнопочки продолжаем нажимать. Обязательно фабрики вот эти халявные надо получать. Давайте попробуем вот это сделать. Сделка... Давайте сохранимся тут. И давайте-ка сделка, не знаю, с французами. Сейчас посмотрим, что это будет давать. А, смотрите-ка. Вот оно. Вот оно. Где оно все было. Смотрите-ка. Металаврика может быть коллапс только после 38-го. Уже 38-й есть. И нужно, чтобы больше 20-ти было. Будет коллапс. У нас... Овер 20. Вопрос. Где коллапс? Непонятно. Нам даже на самом деле стабильность получается не так важна. Да. Окей. Да, нам нужно только вот это, видимо. Наверное. Опять-таки, я не очень уверен. Ну ладно, просто ждем тогда, что я могу сказать. И тогда не стесняемся брать вот эти фокусы. А вот сделка с французами. Ага, вот это убирает вот эти все вещи. То есть, мы инвестируем палитку и время, чтобы поубирать вот эти вот... Всякие вещи, которые дают нам минус палитку как раз-таки. А, договоренность с мутессой. Господи, кто это такое? А, нет. Директ контрол нам нужен всегда. Прямое управление. О, здесь дорога есть. Второго левела. Мы реально успели ее сделать. Опять-таки, даст нам стабильность, там поддержку войны. Вот это все. Не очень мне это интересно. Вот эти кнопки я буду все еще, наверное, нажимать. Это звучит как будто нам... Типа, мы что-то им дадим. Не знаю. Все-таки, это полезно или нет. Но надо куда-то тратить палитку в этой стране. И, типа, оставлять нет смысла. Как бы, все равно она потом развалится. По нашему плану, по крайней мере. Хотя она не спешит разваливаться от чего-то. Так что, инвестируем везде, куда можем. О, кстати говоря, прокламация. Подсказаться это не примут. Блин, ну это не звучит как развал, кстати. Или звучит. Давайте сохранимся и проверим. Так, прокламация штата Гальтера. Так, а становится тихой. Так, это все не те ивенты, ну допустим. Централизацию накинет, но он стабильность убьет нам. Блин, ну опять-таки давайте. Где развал? Я все жду его. О, смотрите-ка, так острое становится тихой. Неминуемый распад. Давайте, давайте. Это должно быть оно, поехали. Так, сделка с британцами. Британские протектораты. Заставить их силы, я не знаю. Заразится. Ведь мы отменили местное самоуправление. Давайте делаем аннексию. Вряд ли получится, но допустим. О, обилеет войну королевства Бурунди. Это выглядит явно не как что-то, что мы боялись. Это сейчас, наверное, все нам объявит войну, видимо, или что? Только начало, наверное. Узнаем. Так, практически весь контроль. О! Это оно, товарищи. Мы пересаживаемся на Геринге. Как я и говорил, вот оно. Наш Герман Геринг немножко изменился. У нас открылись новые фокусы. И, по-моему, наверное, я надеюсь, по крайней мере, что у нас откроются еще новые фокусы. Потом. Если нет, то это, конечно, будет грустновато. У нас 4 чайки исследований, а не 5, как это было на той стороне. Но исследования, да, у нас унаследовались. Хотя бы это приятно. Причем у нас только один генерал, это Геринг. И у нас нету опыта, ничего нету, чтобы новых генералов взять. Да, доктрины тоже унаследовались. Окей, тогда не так все плохо, в принципе. Нормально. Еще жить, как говорится, можно. Давайте-ка... С кем мы воюем? Со всеми? Э, со всеми. Надо думать, куда мы будем приоритировать все наши наступления, где мы будем обороняться. Скорее всего, нужно будет сейчас здесь как-то консолидировать нашу территорию. Дивиди побольше сделать. У нас ничего нету. У нас пока что ничего нету. Но будет. А с вами, ребят, был Дабгайм. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все, ребят, как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok